50 дней, если считать вместе. Жодина писала, говорит, у меня юбилей, 50 дней в тюрьме. Ну вот я думаю, что и 100, и 200 я тут проведу. Зоя Дмитриевна и Наталья – мать и сестра Дмитрия Дрозда, одного за маль сорока обвинуваченных по справе об так званых массовых беспарадках. Семья походит звёздки Дрозды, якая теперь зяуляется часткой Менску. Протки в 19-м стаходе купили там ладный ковалок земли. Там же в 1973 году народился и Дмитрий. Теперь на месте семейного майонтку Дроздау местится резиденция президента. Дмитрия затримали на площади и дали 10 суток. Але это был только початок. Он ещё успел позвонить сразу, сказал, что вот его забрали. И всё, потом связь с ним прервалась. Мы долго искали, где он, что, потому что там было, наверное, три Дрозда попало, да. И два из них Дрозда Дмитрия. Только один, ну, разный год рождения. Пока мы нашли, очень долго искали его. После администрационного ареста Дмитрий вернулся до дому. А 1-го лютого осём и ранецы по его приехали. Теперь он находится под вартой у сеза на Володарского. Там хоть знали 10 суток, и он выйдет. А тут эта неизвестность хуже всего. Что вот человек попал просто вот в такую ситуацию, вот, просто нелепую. И назад дороги пока нет. Всё. Да, и вот это вот самое страшное, что вот неизвестность и сидит ни за что, скажем так. 4-го лютого у квартиры Дроздау отбылся пиратрус. Забрали фотоаппарат, видеокамеру, компьютер забрали. И вообще 15 номинований там всего. Вот сейчас позвонили, по мелочам там отдали, шапку, такую вот. Мелочи. Мелочи. А это крупные вещи. Сказали, только через суд вернётся. Ну, у нас спрашивают, у нас есть такая куртка? Вот он был в такой-то куртке. Мы говорим, у нас таких курток не было. У него вообще одного одежды мало, у него чёрная курточка. Значит, Санников ему дал куртку, шапку. И шапка другая, всё другое. У него другие вещи совсем были. Дмитрий Дрозд – архивист и специалист по генеалогии. За пару месяцев до арышту вышла его первая книга «Землевладальники Минской губернии» 1861-1900 годов. Ваш киметричный том, замовы на які приходят с разных краин в свету. Браца в архиве и написание книг, поводля слову мати, для Дмитрия заявляются сенсом життя. Сюды ж додать треба и захопленье фотографией. Зоя Дмитриевна и Наталья кажуть, что были сделаны, а коли Дмитрий стал сбирать подписы за Андрея Санникова. Поводля их слову, и он николи моцно не тякавился политикой. Мати и сестра стверждают, что переглядили у все махчимые виды, а ли на площади незалежности Дмитрия не бачили. «Нет, там его нету. Мы смотрели, мы везде смотрели все видео, мы его нигде не видели. Не один раз мы видели, просто вот он и шел. Люди идут, даже там, по-моему, даже не перед митингом, просто он где-то с кем-то проходит, мы его вот видели. Условия, конечно, у него не самые лучшие. Около 30 человек их в камере. Спят по очереди в ночное время с 8 до 8. Вот он спит в ночное, у него считается лучшее время. И спят с 8 утра до 8 вечера. Мы экономисты, бухгалтера, там даже профессор математики один есть. Такие все интеллигентные люди». Учим конкретно обвинувачивают сына и брата, что погражая ему по этих артикулах, до кого свертаться по допомогу и параду, мать и сестра навод не ведают. Новин из большего дознаются от адвоката и с переписки с Дмитрием. За маль два месяца я не отримали 18 листов. «Ну, пока мы еще только хотели, чтобы его выписали. Как это называется? Подписку не выездил. Но не разрешили. Ну, никуда мы больше не обращались. Пока еще суда никакого нет, мы же не знаем. С кем даже посоветоваться? Куда-то можно обратиться, чтобы как-то вот куда идти. Там мамы ходят, некоторые, видно, что добиваются. Поэтому эти суда уже быстрее пропускают их, не дитя. Зусим недавно Дмитрию Дрозду до 1 липеня продолжили термин утримания под вартой. 26-го соковика Дмитрию исполняется 38 годов. И мать и сестра упевнены, что этот день он сустрене в турме. Что-нибудь передадим. Ну, фрукты, фрукты. Фрукты, в основном, да. Фрукты передадим уже побольше чего-нибудь. Конфеток мы вкусные. Ну, так, открытку пошлем. Что мы еще можем? Письмо напишем. И передачу в этот день ему передадим. А как там уже он напишет? Как он бы отмечал этот день? Как-то можно отмечать. Субтитры делал DimaTorzok